Большинство моих клиентов так или иначе говорят о проблеме лишнего веса, что это их очень беспокоит. И, конечно же, я их прекрасно понимаю, потому что сама столкнулась с этой проблемой и пыталась ее игнорировать несколько лет. Меня просят поделиться, что я конкретно делаю и как питаюсь. Ну а прежде чем мы начнем, я приглашаю вас подписаться на свой телеграм-канал по ссылке в описании под этим видео. В этом телеграм-канале я делюсь своими историями из жизни, путешествиями, красивыми фотографиями тех мест, в которых я бываю. Меня это вдохновляет, это часть какой-то моей самореализации. Также там гораздо легче общаться, вы можете задавать свои вопросы, комментировать. В общем, если вам интересно, подписывайтесь, я буду рада каждому из вас. И кто давно подписан на мой канал, наверное, помнит мое первое видео, как я похудела на 10 килограмм. И там я делилась тем, что я долго игнорировала свою проблему. Свой лишний вес я оправдывала своим достаточно взрослым возрастом, проблемам с гормонами, тем, что я не хочу никаких ограничений, тем, что жизнь одна. И я буду ей наслаждаться и получать удовольствие. И вот эти удовольствия привели меня к плюс 15 килограммам. И все потому, что у меня не хватало элементарных знаний, как же правильно питаться. И если бы я знала, что можно прийти в свою лучшую форму, достаточно легко и вкусно, и с минимальными ограничениями, то, конечно же, я бы этим занялась гораздо раньше и была бы более здоровой. В этом видео я поделюсь с вами своими открытиями, своим ежедневным рационом и как изменилась моя жизнь. Ну и начну с приятных изменений. За последние 6 месяцев я стала стройнее практически на 15 килограмм. Для меня это невероятная цифра, о которой я даже не могла мечтать в начале этого пути. Кроме того, моя талия уменьшилась аж на 17 сантиметров, а бедра на 14 сантиметров. Для меня это колоссальные просто цифры. Практически я очень близка к тому времени, к тому телу, когда мне было 25 лет. И я бы никогда не поверила, что такое возможно, когда тебе уже 45. За эти 6 месяцев я открыла столько всего нового и вкусного в плане питания, что моя картина мира в этом очень сильно расширилась. Раньше я жила с каким-то ограниченным составом продуктов. И я заметила, что, приходя в магазин, я всегда практически покупаю одно и то же и избегаю каких-то новинок. Но сейчас в моем рационе появилось столько много новых, вкусных, замечательных продуктов, что я думаю, ну почему же я, телец, который любит удовольствия, вкусовые в том числе, никогда этого не пробовала. Все вот здесь в голове, конечно же. Кроме того, как только мое тело начало приходить в свою естественную форму, я, конечно же, стала более подвижная. Мне захотелось делать какую-то гимнастику, растяжку, выгибаться. Наконец-то я стала гулять, как раньше. И что самое интересное, мне захотелось в этом новом теле кружиться и танцевать. И вот это вы тоже можете посмотреть в моем телеграм-канале. А еще, так как я живу последние 2 года в Азии, и тут, конечно же, вы знаете вот эти особенности с размерами одежды, то мой размер одежды за последние 6 месяцев изменился. И я сейчас покупаю себе одежду в диапазоне от XS, S и до M. Это по азиатским стандартам. И это мне доставляет колоссальное удовольствие, потому что когда ты стоишь перед зеркалом, и ты можешь надеть на себя одежду размера XS и S, у тебя видно талию, и это выглядит просто потрясающе, на мой взгляд. И вот это внутреннее ощущение, что я смогла, что вау, я могу быть такой в 45 лет, но ничего себе, меня очень вдохновил этот опыт. И я надеюсь, что и он вас вдохновит. И вы сделаете свой первый шаг к своему здоровью и к самому комфортному состоянию тела. За эти 6 месяцев я сделала для себя невероятное количество открытий. И я поделюсь с вами главными из них. И самое главное заключается в том, что можно питаться вкусно и разнообразно. Я никогда не думала, что можно худеть и так вкусно питаться. На таком питании мы, конечно же, ограничиваем количество сахара. Но, тем не менее, сладости в моей жизни хватает. Например, я открыла для себя просто потрясающие протеиновые батончики. Это та полка в магазине, которую я все время проходила мимо. Но когда я занялась здоровым питанием, я увидела, что много качков физически таких сильных мужчин что-то выбирают на этой полочке с батончиками. Я посмотрела, понаблюдала, что они берут, и решила попробовать. Я попробовала, и я просто была удивлена, насколько это вкусно. Я стала добавлять в свой рацион такие протеиновые батончики. Они мне заменили, можно сказать, шоколадки. Хотя шоколад я все равно использую горький, 80-90%, и я посыпаю шоколадной стружкой каши утром. Кроме того, недавно я увидела, что есть, оказывается, кето-мороженое и протеиновое мороженое. И оно в несколько раз менее калорийно, чем обычное. И это тоже потрясающе. Оказывается, можно делать свое мороженое, взбивая в блендере замороженный банан и любую ягоду. И это тоже потрясающе вкусно. Еще одно открытие для меня было за эти 6 месяцев. Я-то думала, что, чтобы похудеть, нужно вообще себя во всем ограничить. Все себе запретить. Просто превратиться в какую-то жертву. Как будто бы ты идешь по магазину и такая смотришь на пиццу. И думаешь, так, мне это нельзя. Вот этот торт, мне этого нельзя никогда. Ничего нельзя. Оказывается, нет. Оказывается, можно все. Можно есть какую-то запрещенку, так называемую пиццу, круассаны, гамбургеры, сухое вино. Все, что угодно. Но самое главное – это соблюдать правила, о котором говорят диетологи. Это правило звучит 80 на 20. То есть 80% своего рациона вы питаетесь сбалансированно, а 20% вы позволяете себе все, что вы любите. И это очень круто. Но на самом деле пока у меня такой паритет 90 на 10, но я планирую выйти в 80 на 20. Поэтому мы легко можем пойти с мужем и съесть одну большую, очень калорийную пиццу на двоих. И при этом мой вес остается нормальным, и я продолжаю худеть. И так называемые читмилы можно устраивать один раз или два раза в неделю. Ну, в какой-то один прием пищи. И вот в этом месте снимается психологическое напряжение, когда ты ходишь и ограничиваешь себя. А, мне все нельзя, все нельзя. И у меня был момент, когда я начинала этот процесс, я решила, что я не буду себе устраивать таких читмилов. И несколько месяцев я достаточно хорошо себя так чувствовала, ограничивала. Мне не хотелось ни пиццы, ничего-то вредненького, вкуснейших круассанов с миндалем. И в какой-то момент я начала чувствовать, как растет мое внутреннее напряжение. И я захожу однажды в кофейню, где витают невероятные ароматы круассанов свежих, кофе, стоят пирожные. И тут я почувствовала такую дикую злость внутри себя. Как это мне нельзя все это есть? И с этим вопросом я пришла к своему психологу. Мы с ней прекрасно его разобрали. И она мне сказала одну гениальную фразу. Невозможно находиться на одном полюсе постоянно. То есть, если я себя постоянно ограничиваю, у меня растет напряжение, и мне обязательно нужен и второй полюс, чтобы разрядить это напряжение. То есть, невозможно себя все время ограничивать. Если себя все время ограничивать, мы неизбежно будем срываться. Ну и таким образом читмилы и разряжают это напряжение. И когда я стала вводить постепенно вот эту пиццу, круассаны, пирожные раз или два в неделю, у меня стало пропадать вот это напряжение. И я стала себя чувствовать очень комфортно в этом питании. И сейчас я хочу поделиться с вами своим рационом. Чем я завтракаю, обедаю и ужинаю. И, конечно же, я прикреплю фотографии, потому что я фотографирую свои приемы пищи. Мне это доставляет эстетическое удовольствие. И, кроме того, я собираю для себя такую базу для будущего интуитивного питания, чтобы я могла просто листать эти фотографии и смотреть примерно, что я могу съесть и что будет сбалансированным. На данный момент у меня есть два любимых завтрака. Это овсяно-блин с творогом, с фруктами. Можете увидеть его на картинке. Разные вариации. Обязательно с каким-нибудь джемом без сахара. Я использую апельсиновый, клубничный. Здесь есть очень классные джемы без сахара американские. И с чашечкой кофе. Я просто обожаю этот завтрак. Я им наедаюсь. Вот его ешь, и такое ощущение, что ты просто пришла в кафе и заказала себе какой-то тортик вкусный. И я получаю от этого завтрака невероятное удовольствие. Кроме того, он прекрасно насыщает меня до обеда. Ну и, конечно же, он является сбалансированным. И следующий мой любимый завтрак – это овсяная каша, яйцо пашот, цельнозерновой хлеб поджаренный в тостере, красная рыбка, конечно. Я просто обожаю подкопченую красную рыбу. Я всегда добавляю овощи и чашечка кофе. Я обожаю этот завтрак. Мне очень нравится, как меняется вкус овсяной каши, когда добавляешь туда ложечку арахисового масла. Вот попробуйте. Кроме того, я еще добавляю какой-нибудь сыр, типа Филадельфии, крем-чиз любой. И получается просто потрясающий питательный завтрак. Кроме того, иногда я делаю тоже какие-то блинчики из овсяной, либо из рисовой муки. Но вот эти два мои пока что топ. Ну и, конечно, я понимаю, что для меня это не такое пока большое разнообразие, но я все время нахожусь в поисках каких-то новых рецептов. И после этого я их как бы тестирую, проверяю. И если он проходит мою проверку на сбалансированность, на красоту, на удовольствие, то я его включаю в свой список любимых завтраков. Но пока у меня их два. А, можно даже сказать три. Иногда я еще люблю яичницу с помидорами, с овощами. Но почему-то реже его использую. Ну и завтрак у меня самый калорийный прием пищи, самый плотный, потому что я просто так люблю. Мне нужно много энергии в начале дня. Я люблю вкусно и плотно позавтракать, поэтому мой завтрак в районе 430-450 килокалорий. Обед у меня немножко менее плотный, где-то от 360 до 400 калорий. И обычно я использую какую-то крупу, либо пасту. Оказалось, что паста есть из твердых сортов пшеницы, и ее вполне себе нормально есть. А кроме того, есть паста еще из цельнозерновой муки. Такая паста выглядит более темной, и она просто потрясающе вкусная, как на мой вкус. Но, к сожалению, она не везде бывает. Поэтому пасту я ем достаточно часто. Я добавляю туда кусочки лосося, могу добавить. Могу добавить консервированный тунец. И заправить это тоже крем-чизом, ложечкой, естественно, либо сыром Филадельфия. Могу еще и посыпать сверху сыром. И какой-то салатик рядышком. Обязательно. Я очень люблю овощи. Кроме того, я люблю на обед часто кусочек рыбы. Это может быть тоже свежий тунец. Это может быть лосось. Могут быть котлеты из куриной грудки. Кстати, очень классный рецепт. Котлеты из куриной грудки с грибами. Тоже обалденные. Иногда я варю себе супчик перловый с грибами, с фрикадельками. Борщ тоже варила. И часто в обед я добираю какой-то белок при помощи протеинового бетончика. То есть немножечко сладости добавляю себе. Мои ужины, они еще более легкие. В районе 250 калорий. И обычно я на ужин люблю морепродукты любые. И в сочетании с любыми овощами. Это просто потрясающе. Вот недавно мы приехали в Куала-Лумпур, в Малайзию. И знаете, я никогда в жизни не пробовала морские гребешки. И мы зашли с мужем в один ресторан. И нам в Ассорти подали морепродукты. И среди них были морские гребешки. Я их попробовала. И я поняла, что для меня это настолько вкусно. Я ничего вкуснее в жизни, наверное, не пробовала из морепродуктов. Я просто влюбилась в эти морские гребешки. И сейчас мой муж смеется и говорит, ну что, пойдем на гребешки. Я говорю, да, идем. То есть, вот мне очень нравится, что в этом питании моя, скажем, продуктовая картина мира, она очень сильно изменилась. Я настолько много нового ввела в свой рацион. Он стал гораздо более разнообразным. То, что я раньше не ела мидии, гребешки, я не ела такого количества креветок. То все это сейчас, я понимаю, что это супер качественный белок. И он вкусный. И в сочетании с любыми овощами это самый прекрасный и легкий ужин. На ужин я не переедаю. И я люблю вот это чувство, когда я уже и не голодна, но и мне достаточно легко в желудке. Иногда бывали моменты, когда мы шли вечером с мужем на пиццу. И я устраивала себе вот такой читмил. Потом еще после пиццы дома что-то доедала. И через какое-то время я начинала чувствовать, как мне некомфортно в желудке. То есть, я понимала, что я перебрала. И я хочу вернуться вновь в то состояние, в тот легкий ужин, который был всю эту неделю. Вот. Поэтому я очень люблю, конечно, вот такой вариант ужина. Когда хочется каких-то изменений, и я хочу еще более легкий ужин, я могу просто сделать себе творог с ягодами какими-то и чай на вечер. Бывает такое, что и не всегда хочется там сильно ужинать. Вот примерно так устроен мой рацион. И таким образом я питаюсь практически 190 дней. И за эти 190 дней у меня вот такие вот замечательные, невероятные результаты, о которых я даже не мечтала. Поэтому я невероятно рада и счастлива, что я сделала этот шаг. И я прошла и продолжаю проходить этот путь. Потому что он меня привел действительно к более здоровому телу, к более красивому телу. И я испытываю невероятное удовольствие от этого. И я горжусь собой, я горжусь тем, что я прошла этот путь, что я сделала такие усилия для самой себя. И мне часто говорят, что, слушай, Ира, ну классно, ты такая молодец, что у тебя получилось. Но я не хочу считать эти калории. Я этого боюсь, мне это не нравится, я не понимаю, как это вписать в свою жизнь. И что это? Я должна всю жизнь считать калории? Ну это же не жизнь, это просто адища какое-то. Вот все эти мысли точно так же беспокоили меня вначале. Потому что я думала, ну это невозможно. Что значит считать калории? У меня это точно не получится. И это было большое препятствие, которое меня останавливало. Но если вы действительно хотите эффективно похудеть, то это самый лучший способ для того, чтобы прийти к вашей цели. Подсчет калорий. Мне очень понравилась фраза, что похудение – это математика. Я имею в виду, если человек относительно здоров, мы не берем тут какие-то серьезные гормональные заболевания. Но если вы относительно здоровы, то похудение – это чистая математика. Вам нужно тратить больше, чем вы потребляете. Примерно на 20%. И тогда ваше тело будет постепенно приходить в свою самую лучшую форму. И подсчет калорий – это не навсегда. Это только на тот срок, пока вы привыкаете к этому питанию. Пока вы делаете его образом в своей жизни. После того, как я дойду до своего самого комфортного для меня веса, я буду переходить на поддержание. Поддержание – это значит, что я буду постепенно добирать свою норму калорий, то есть плюс 20%. Мое тело привыкнет к своей норме калорий без дефицита. И уже после этого я буду переходить на интуитивное питание. Интуитивное питание – это значит, что вы не считаете никакие калории. Это значит, что вы понимаете, что вам есть, в какое время суток вам есть и примерно какие у вас порции. Это значит, что вы умеете выбирать те продукты, которые для вас полезны. И, конечно же, которые вкусные, и вы получаете от этого удовольствие. И интуитивное питание еще подразумевает, что вы иногда можете раз в неделю или раз в месяц проконтролировать себя. Ну, а не переедаю ли я. Ну и кроме того, конечно, что я еще планирую делать? Я планирую все-таки вести мониторинг параметров своего тела. То есть взвешиваться и измерять объем талии, груди, бедер. Где-то сначала раз в неделю, потом раз в две недели, ну и раз в месяц. То есть я думаю, что для меня это абсолютно нормально. Никакого напряга. И вот я уже практически, наверное, в этом месяце или максимум в следующем я выхожу на поддержание и на интуитивное питание. И еще за эти шесть месяцев я заметила, как же тесно связана наша психика и наше тело. И вы знаете, я заметила вот эту аналогию, что как вот в терапии работа с психикой, она происходит постепенно. Здесь не бывает очень таких быстрых результатов. Если вы хотите устойчивые и долгосрочные изменения в своей жизни и в своем теле, в своей психике, то такие изменения происходят достаточно медленно. Психика меняется медленно, тело меняется медленно. Но это все имеет долгосрочный и устойчивый эффект. И вы знаете, когда я увидела, как мое тело откликнулось на все те действия, которые я совершала все эти шесть месяцев, я испытала такую невероятную и огромную благодарность к моему телу. Я подумала, как же оно трудится, трудится день и ночь, как моментально оно отзывается на мое отношение к нему с любовью, с вниманием, с заботой. И меня это настолько впечатлило, что был момент, когда у меня появились слезы на глазах. Я поняла, что я много лет, я игнорировала его импульсы, какие-то болезненные ощущения. Я ходила со вздутым животом. И все равно что-то еще ела сверх этого. И вот я много-много лет этим занималась. И потом за полгода внимательного отношения мое тело откликнулось еще больше любовью по отношению ко мне. Потому что это невероятно. То, как любит нас наше тело. И оно нам дает гораздо больше. Когда мы делаем даже какие-то минимальные усилия. Оно так отзывается невероятной любовью. И это еще одно из моих открытий, которое основано на моем опыте, на практике. Что это и есть настоящая любовь к себе. Когда мы ежедневно делаем что-то для своего тела. Мы не просто говорим, что мы любим себя. Мы делаем это много-много раз. Мы делаем это ежедневно, еженедельно, месяцами и годами. Вот это и есть настоящая любовь к себе. Ну а тех, кто хочет волшебных таблеток, как в терапии, так и в похудении, конечно же, всегда найдутся люди, которые будут их вам предлагать и завлекать вот этой вот быстротой. Но, друзья, результатом всех волшебных таблеток будет непременное разочарование. Потому что это основано на такой, знаете, инфантильной позиции. Хочу все сейчас и сразу. И вы никогда не сможете получить долгосрочный и устойчивый результат. Либо от психотерапии, либо от похудения. Потому что, чтобы получить такие результаты, нужно сделать это питание образом жизни. И, по сути, волшебная таблетка на самом деле есть. И она одна. Это вкладывать в себя свое развитие, свое время, энергию, внимание и ресурсы. И со временем это становится образом жизни. У вас формируются привычки, динамические стереотипы, новые устойчивые нейронные связи. И больше вам ничего не нужно контролировать, потому что это становится вашей встроенной программой. У вас как будто бы включается автопилот. Вы знаете, как вам питаться правильно. Вы об этом даже не задумываетесь. Это у вас уже лежит на подсознании. Отображено в вашем теле, в ваших привычках. И вот таким образом вы приходите к новому качеству жизни. Стоит ли такой результат таких усилий? Для меня, несомненно, стоит. Друзья, я надеюсь, это видео было для вас интересным и полезным. И что-то, возможно, вы почерпнули для себя. И, возможно, кого-то оно вдохновит на изменения и на проявление истинной любви к себе. Ну а на этом я с вами прощаюсь. До новых встреч. Пока-пока.